МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый год ночное небо столицы республики озаряют красочные салюты. Международный фестиваль фейерверков собирает в Чувашии лучших пиротехников страны и ближнего зарубежья. Не раз призовые места в нем занимал Чебоксарский завод имени Чапаева. Именно его специалисты создавали огненные рисунки для открытия Олимпиады в Сочи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пиротехнику на Чебоксарском заводе выпускают на протяжении 40 лет. Сейчас здесь производят более 300 видов салютов, дымовые шашки, специальные патроны для вызова осадков и даже противоловинные ракеты. Но особую ставку предприятие делает на госзаказы. В прошлом году здесь поставили на поток выпуск резиновых пластин для подводных лодок. Производственной мощности сегодня возрастает до 2,5 тысяч тонн резины различных марок в год. И хочется отметить, что на данном оборудовании мы можем производить не только продукции оборонного назначения, а также широкий спектр товаров народного потребления. География поставок нашего предприятия очень велика. В свое время мы поставляли продукцию, в том числе и резиновые наши известные мячики, в 11 стран мира. И сегодня стоит задача расширить географию этих поставок. Сейчас здесь активно реализуют программу диверсификации. Увеличить долю гражданской продукции на предприятиях оборонного комплекса поручил президент страны. И теперь необходимо нацелить отрасли на выпуск современной, конкурентоспособной гражданской продукции для медицины, энергетики, авиации и судостроения, космоса, других высокотехнологичных отраслей. В ближайшие десятилетия ее доля должна составить не менее третий от общего объема производства оборонно-промышленном комплексе. К 30-му не менее 50% должно быть гражданской продукции. Я прошу правительству организовать системную работу по решению этой задачи с участием институтов развития, ВЭБа, Российского экспортного центра, Фонда поддержки промышленности. В республике поручения президента уже начали выполнять. Большинство чувашских заводов, работающих на оборонную сферу, реализуют новые проекты. У нас несколько заводов, и уже вы сегодня по гражданской продукции в отдельном весе имеете 30% где-то, да, но цифры они плавающие. И с этой точки зрения хочу сказать, и то, что до 2025 года уже есть стратегия развития завода, это тоже о многом говорит. То есть застоя нет, специалисты думают и касаясь уже даже увеличения заработной платы, заработная плата сегодня выше, чем средняя по республике. Перспектива у вас хорошая. Были времена, люди увольнялись, люди уходили, не зная о том, что будет завтра. Через год, через два, через три я вижу уже молодых людей, и девушек, и юношей, которые начали уже приходить на завод, значит, мотивация для них уже значимая. Какие нужны решения принимать во благо завода, во благо заводчан, мы это все будем делать. На заводе имени Чапаева расписали поэтапную инвестиционную программу. В ближайших планах открытие цеха по выпуску ботинок и детских сапог. Мы сегодня с вами все, у кого дети маленькие есть, ходим в магазин, и видим, что рынок сегодня представлен китайскими товарами, резиновые обуви. Поэтому наши специалисты, побывав в Китае, посмотрели, как там делается. У нас эти технологии, там принцип такой же, как и производство галош. Единственное, здесь необходимы будут колодки, дизайн, рисунок. Ну, есть моменты, над которыми необходимо поработать и дизайнером. Мы хотим на новом участке, где производство полиуретана, делать сапоги полиуретановые. Не только для гражданского, а для спецназначения. Ну, естественно, то, что я говорил, у нас сегодня самое лучшее, я считаю, в Российской Федерации, это производство резиновых смесей. И надо пользоваться вот такими моментами, потому что там позволяет экономить на себестоимости. Если раньше, как мы делали, знали, насколько трудоемкость изменилась сейчас, то хвосты, как я их называю, в простонародье, да, это вот создание формовых, неформовых изделий, нам необходимо, конечно, сделать. И тем самым мы здесь именно вот на экономии себестоимости можем регулировать цены на рынке. Еще один бренд Чапаевского завода – детские игрушки и мечи. Теперь их намерены производить из более прочных полимеров. Чебоксарская продукция должна заместить на рынке китайскую. Это тоже инвестиционный проект, инвестиционный бюджет 250 миллионов. Мы начали его реализовывать в декабре 2016 года. Сегодня законтрактовано и закуплено оборудование в Италии и в Тайване, которое в этом году будет привезено на предприятие и позволит нам в два раза увеличить реализацию мечей. Если сегодня мы производим порядка двух миллионов мечей в год, то данная технология позволит нам выпускать 4 миллиона мечей в год. И здесь надо отметить, что кроме мечей из натурального каучика, которые мы сегодня выпускаем, мы будем выпускать пластизолевые мечи. Тем самым мы постараемся продукцию производства Китая полностью, значит, с рынка сместить. Будет новая тампопечатная машина, позволяющая обхват меча 360 градусов делать рисунок. Проект глубокой стадии проработки. И хотелось бы отметить, что мы подходим к такому уникальному событию, к выпуску 500 миллионов меча. Мы к 2025 году планируем достигнуть объем реализации продукции 9 миллиардов 644 миллиона рублей. При этом чистая прибыль планируется миллиард 100. При этом, как можете заметить, численность предприятия не будет расти пропорционально объемам, а за счет внедрения новых современных технологий будет оставаться практически на уровне, тем самым повышая производительность труда на предприятии. На предприятии продолжают модернизировать цеха. Недавно новейшие приборы появились в арсенале лаборантов. ПСХ – это аппарат для определения удельной поверхности. Есть даже старый аппарат, в котором висит гиря, и специально под гирю ставишь подвес и держишь две минуты. Это необходимо для получения определенного состава, который в дальнейшем используется. Предприятие становится и учебным полигоном. На заводе недавно заработала базовая кафедра Казанского университета. Именно здесь работники повышают свою квалификацию. Поэтому надо сейчас осваивать технику безопасности. Мы превыше всего ставим. У нас опасное производство. Поэтому, честно говоря, зависит в первую очередь. Я когда сам мастером был, приходишь на рабочее место, и все начинается с мастера. Как с людьми побеседуете. Поэтому, я думаю, от вас зависит в первую очередь техника безопасности на месте. Такие заводы, отмечает руководитель регионального Минэка, формируют инвестиционный климат. Большинство предпринимателей говорят, что за последние годы в республике были устранены барьеры, мешающие бизнесу развиваться. Мы слышали проблемы бизнеса по итогам 2015-2016 года в отношении надзорной деятельности. Мы проводили здесь определенную работу, связанную с оптимизацией контроля над бизнесом, с уменьшением количества проверок, с их систематизацией, с понятным проведением их. Очень много было высказано в отношении инфраструктуры поддержки бизнеса. Здесь тоже сейчас ведется создание окон для бизнеса, для того, чтобы они не стояли в очереди, для того, чтобы они не обращались в кабинет чиновников, а все получали в одном месте. Это и получение разрешения на строительство, это и получение выдачи тех условий. Все это, прежде всего, мы сократили сроки, уменьшили количество процедур прохождения этих. Ну и, безусловно, сегодня ведем работу для того, чтобы все это перешло в электронный вид. Интегрировали промышленные предприятия в образование. Все это дало свой результат. То есть бизнес становится довольным в какой-то степени. Понятно, что совершенства нет, но в какой-то степени становится довольным. Система подготовки кадров. И те результаты, которые мы сегодня видим, это по части специальности, это стопроцентное трудоустройство. Приоритеты перед властями обозначены. Инвестиционным проектом в республике дают зеленый свет. Все нацелены на то, чтобы бизнес развивался удачно и получал соответствующий для этого прибыль. Редактор субтитров А.Семкин